Друзья, привет всем! Добро пожаловать в рубрику Советы Миллионера. Мне очень-очень приятно, что вам понравился предыдущий выпуск. Ребята писали, блин, тебя так интересно смотреть, потому что, ребята, я все рассказываю на своем опыте. Все, через что я прохожу, я об этом вам рассказываю. Нету никаких заготовок там с интернета. И люди мне написали, блин, Тарас, ты такой же, как и мы. Спасибо, что успокоил. Да, ребята, у меня тоже болят зубы, у меня тоже есть проблемы. Кстати, вот уже порешал проблемы, съездил в суд, забрал права, все нормально, разморозили мне счета. Ребята, у всех есть проблемы. Я такой же, как и вы. Я тоже там ссорюсь с девушкой, я тоже матерюсь. Блин, ребята, я обычный парень. Главное не то, есть ли у тебя проблемы или нет у тебя проблем. Главное то, как ты решаешь эти проблемы. Главное то, как ты относишься к этим проблемам. Вот и все. Вот, например, случилась какая-то тяжелая ситуация у вас в жизни, все, она случилась. Вот представьте, да, она случилась, все, ничего нельзя изменить. Можно изменить. Можно изменить только свое отношение к этой проблеме. Все. Нет смысла там себя накручивать, нет смысла переживать. Все, это уже случилось. Просто измените свое отношение и двигайтесь дальше. Все. Не важны проблемы. Важно ваше отношение. Кстати, насчет зуба. Полностью мне там убрали зуб, вкрутили титановый штифт. Теперь я железный человек. Мне ребята говорят, блин, почаще рассказывай вот такие вот мелочи. Потому что они думают, да, что я какой-то супер мотиватор. У меня нет никаких проблем. И вот ребятам спокойнее. Блин, ребята, я такой же, как и вы. У всех есть проблемы. Так что все нормально. Сегодняшнее видео будет, как всегда, мега-мега полезным, мега интересным. Потому что я рассказываю свои истории, через что я прохожу. И это будет ожидать вас. Итак, сегодня я хотел бы затронуть тему правды, да. С годами я начал понимать, что правды вот не существует. Вообще правды, оказывается, ребята, не существует. Да, как раньше. Вот ты смотришь фильм, да, вот есть правда, есть неправда. Есть добро и зло. А сейчас вот такого не существует. Потому что вот, можно сказать, мотивация работает, как я вам уже говорил. И, можно сказать, мотивация не работает. Там правда и там правда. Можно сказать, я там никогда не добьюсь успеха. Это не для меня. И это будет чистейшей правдой. Можно сказать, я добьюсь успеха, я всего смогу. И это тоже будет чистейшей правдой. Понимаете? Везде правда. Фишка в том, в какую правду вы хотите верить. Вот и все. Смотрите, далеко не нужно ходить. Возьмем вот эту ситуацию. Сижу я в машине, вот в Мазерате, да, снимаю видео. И я прочитал комментарии вот хейтеров. Хейтеры говорят, блин, ты специально снимаешь в машине, чтобы показать, что ты успешный, чтобы привлечь, блин, к себе внимание. Ну вот скажите, это правда? Ну да, для них это правда. Ну почему нет? Правда, да? А я вам скажу, что я вот выехал по делам, чтобы не тратить время. Записываю полезное видео. И плюс в машине удобно. Здесь нет ветра. Здесь будет хороший качественный звук. Это тоже правда. Видите? То правда и это правда. То есть, по сути, видите, правда не существует. Смотрите, еще один пример. Вот не нужно далеко ходить. Вот видите, у меня цепь. Вот у меня золотая цепь. Что могут сказать хейтеры на этот счет? Ты голимый панторез нацепил на себя вот эти вот все побрякушки, украшения, чтобы привлечь к себе внимание, чтобы казаться успешным. Ты панторез. Скажите, это правда? Ну для них это правда. Ну почему нет? Вот они хотят считать меня панторезом. Пожалуйста, ребята, это правда. Ты там строишь из себя непонятно кого. Ты это делаешь, чтобы повыделываться. Для них, ребята, это правда. А для меня, во-первых, это для меня мотивация. Я всегда кайфовал от такой жизни. Я мотивировался такими ребятами. Я смотрел их фотки в инстаграме. Я вам уже говорил. И говорил себе, блин, ребята, я буду жить такой же жизнью. Я хочу так жить, чтобы я смог себе позволить тоже такую цепь. Я им не завидовал. Никогда не завидовал. Я просто мотивировался. Мне это нравится. Меня это заряжает. Это моя мотивация. Это моя визуализация. Вот это все равно, что я бы сказал. Зачем ты одел на себя этот черный свитер? Ты чернушник. Зачем ты ходишь в черном? Ну вот. Понимаете? Это когда люди говорят, зачем ты нацепил? Мне это нравится. Я от этого кайфую. Если вам это не нравится, зачем вы там меня смотрите? Понимаете? Делайте то, что вам нравится. Заряжайтесь. Мотивируйтесь. Вот моя философия. Понимаете? Вот моя правда. И плюс. Зацепь. Я не рассказывал. Я рассказывал это в своем курсе. Это не просто украшение. Это инвестиция. Мои часы. Это не просто безделушка. Это, во-первых, инвестиция в себя, в свою мотивацию. И инвестиция в будущее. Потому что я покупаю часы только винтажных марок. Да? Я покупаю часы только тех марок, которые становятся винтажными. И вот эта цепь, она стоит дороже. Потому что я покупаю лом. Это для моей ювелирки. Я покупаю лом и продаю эту цепь на 20% дороже. То есть я не купил ее и она упала в цене. Понимаете? Я эту цепь продам на 20% дороже. Потому что у меня есть сейчас в планах запустить просто масштабную ювелирку. Ну пока вот это в планах. И выпускать уникальные изделия. Вот эту цепь, что я сделал, это уникальные изделия. Таких изделий в Украине нет. Такие изделия только за границей. Я хочу вот запустить у нас, да. Просто у нас этот товар не такой ходовой, как за границей. И вы знаете, там эти все рэперы, звезды, да, ходят в таких цепях. Вот. И я просто хочу запустить здесь этот продукт на какую-то узкую аудиторию. И вот, понимаете, я совмещаю. Это для меня и мотивация. Я могу в этом ходить. И плюс я на этом смогу заработать денег. Вот и все. Видите, как я совмещаю? Да, можно купить дорогие часы. И там за 20 тысяч долларов ты проинвестировал в мотивацию. Но я еще думаю, ага, лучше же мне проинвестировать в мотивацию. И еще сделать так, чтобы эти часы через 30 лет стоили намного дороже. Когда я купил вот последние роликсы, которые уже, да, сняты с производства, они уже стоят дороже. Представляете, уже. А что будет через 10 лет? Я же тоже на это смотрю. Не думайте, ребята, что я делаю вот так вот все бездумно. Ребята, я все совмещаю. Как я написал в недавнем посте в Инстаграме. Да, я все совмещаю. Любимое дело. Интернет. Как пассивный доход. Я все совмещаю, но не отхожу от своего любимого дела, потому что это, ребята, основа. Еще приведу пример по поводу правды. Возьмем человека, которому нравится там Евгений Черняк. Он был на его семинаре. Он услышал много полезных для себя вещей. Он изменил свою жизнь, да, благодаря этому человеку. Это для него правда. А есть человек, который скажет, блин, Евгений Черняк, да он заработал свое состояние на водке. Он травит людей. Он плохой человек. Как вы можете его слушать? Это правда. Тоже правда, понимаете? Евгений Черняк зарабатывает на водке? Да, он продает водку. Это правда. Евгений Черняк ведет семинары? Несет пользу, да, несет. Это правда. Ребята, вам выбирать, в какую правду верить, понимаете? Правда в том, люди говорят, а в чем правда? А правда в том, что работает для вас, понимаете? Именно в том, что работает для вас. Остальное не имеет смысла. Мне вот в инсте люди писали. Тарас, оказывается, Наполеон Хилл, да, который написал «Думай богатей» умер в нищете. Блин, он затирал за богатство, а он умер в нищете. Как так? Все, теперь эта книга для меня потеряла смысл. Как эта книга может потерять смысл? От того, что ты узнал, да, что Наполеон Хилл умер в нищете, разве советы в книге от этого изменились? Нет, они остались прежними. Просто ты узнал какую-то там информацию и все, и ты сделал для себя такой вывод. Но советы с книги, они работают. Если эти советы изменили твою жизнь, то какая разница, каким там был Наполеон Хилл? Или, как говорили за Роберта Киасаки. Тарас, я где-то вычитал, оказывается, у Роберта Киасаки не было никакого богатого папы. Это он все наврал. Он специально это сделал, написал книгу, написал бестселлер, обманул, короче, весь мир, заработал миллионы долларов, короче, вот на этой книге. Все, он упал в моих глазах. Ребята, какая разница, был у него тут папа или не был. Зачем на этом концентрироваться? Это лучшая книга о деньгах. Это лучшая книга о деньгах, которая просто изменила мою жизнь. Для меня есть разница, был ли там у того Роберта Киасаки богатый папа или не был. Да мне пофиг вообще, был ли он или не был. Эта книга изменила мою жизнь. Все, я бесконечно благодарен Роберту Киасаки за то, что он изменил мою жизнь. Вот и все. Я извлек только пользу. Для меня правда в том, что советы из этой книги работают. Все, остальное для меня вообще не имеет смысла. Был ли у него тот богатый папа или не был. Да какая разница. Это не изменит книгу уже никогда. И не изменит той ценности, которая есть в книге. Понимаете, вот на что вам нужно концентрироваться, ребята. И вот я это начал понимать, что правды нет. Что правда для каждого своя еще в 16 году. Вот люди меня спрашивают. Тарас, кому верить? В чем правда? Никому. Верить только нужно себе. Верьте себе. Мне не верьте. Никому не верьте. Верьте в то, что для вас работает. Если что-то изменило вашу жизнь, это для вас правда. Если для вас это приносит только пользу, это для вас, ребята, правда. Вот когда я еще раньше там интересовался хайпами, вот зарабатывал в интернете на хайпах, я беру хайп проект. Как узнать, правда или неправда? Беру хайп проект, смотрю отзывы в интернете. Одни пишут, лохотрон, вообще не ведитесь, деньги не выводят. А одни пишут, нормально все работает, вывел деньги. Блин, какого хрена? Кого слушать? Кого слушать, ребята? Слушать себя. Что я делал? Я брал, регистрировался в проекте, заводил свои деньги, тестировал. Ага, деньги мне выводят, все. Вот теперь для меня это правда. Все, я узнал правду. Я никого не слушаю. Потому что сколько людей, столько мне, никому-то там не вывели. Он кричит, все, лохотрон. Кому-то вывели, он говорит, все, нормальный проект. Сами зайдите и разберитесь. Никого не слушайте, доверяйте только фактам. Вы все проверили. Ага, это для вас работает. Здесь все нормально, все, это правда. А то, что там говорится, говорится может все, что угодно. Понимаете, ребята? И вот такая тема. Правды вообще, оказывается, не существует. Для каждого она своя. Так, проветрили, закроем. Я просто сильно парюсь, ребята, насчет звука. Вообще не люблю, когда этот ветер. Я настолько парюсь, потому что вся суть моих видео в звуке. Я хочу, чтобы был качественный звук. Поэтому я сильно парюсь. Что вам еще рассказать? Вы просили меня рассказывать больше вот таких вот жизненных каких-то ситуаций. Завтра еду машину сдавать в ремонт. И на это время, пока машина будет в ремонте, я хочу взять себе новую тачку. Вот пишите, какую тачку взять. Я хотел себе взять Bentley. Вот не знаю, мне так нравится Bentley. Хочу взять Bentley. Что еще вам рассказать? А, недавно вот, ребята, был в ресторане. Заказал себе две текилы. Две текилы и коктейль. Приносит это все официант. Официант мой подписчик. И говорит, блин, Тарас, это все тебе. Ты бухаешь. Я не ожидал. Ребята, да я обычный человек. Я вот рассказывал уже о своем отношении к алкоголю и винсте и на ютубе. Давайте еще раз расскажу. Может, кто-то не смотрел это видео. Ребята, везде нужно держать баланс. Да, я не приветствую того, что нужно просто там заливаться, как я раньше. Я раньше вообще бухал просто как черт. Я этого не стесняюсь. Эти все видео есть на моем канале. Вы можете посмотреть, ну, не видео, где я бухаю, а видео с тех времен, когда я был просто отбитым, там матерился. Посмотрите мои видео с 17-го года. Я этого не скрываю. Ребята, это моя история. Чтобы заслужить уважение, никогда не врите. Никогда ничего не скрывайте. Не стройте из себя непонятно кого. Потому что рано или поздно люди это раскусят. Понимаете? Создавайте себя. Создавайте себя сами. Я заслужил уважение, потому что люди видели мой путь. Люди видели, кем я был. Кем я был, как я жил и кем я стал, как я изменился, как все менялось в моей жизни. Это все люди видели. Я это просто показывал. Я показывал свой путь. Так вот, про алкоголь. Сейчас, когда, да, уже у меня появились деньги, я сейчас стараюсь пить какой-то вот элитный алкоголь. Вот, пробовать все что-то новое, потому что раньше я же не мог себе этого позволить. А для чего нам жизнь? Нам жизнь для наслаждения. Нужно наслаждаться, нужно пробовать все что-то новое, интересное. Вот, пришли мы в ресторан, там какой-то местный алкоголь. Вот, на Санторини, вот, хочется попробовать вот местный продукт. Вот так вот, понимаете? Есть что-то дорогое, элитное, да, оно вкусное. И вот я заказываю. Конечно же, сейчас уже нету тех компаний, мы не берем там 2 литра водки. Тогда пили только водку, когда вот я был в общаге. И, конечно же, сейчас мне даже вот не с кем пить, да, вот те 2 литра водки. Просто упиваться, убиваться, ну, сейчас в этом нет смысла. Сейчас появились деньги, и тебе интересно попробовать какой-то там интересный алкоголь. Вот я увидел новую текилу, блин, я хотел ее попробовать. Вот, понимаете? Я пью по чуть-чуть, но я пью для наслаждения. Раньше, по молодости, мы бухали только, чтобы набухаться, там, оторваться, забыться, просто натуситься. Вот так. Сейчас это уже делается для наслаждения. Уровень растет, интересы растут, ты меняешься. Но я за то, чтобы держать баланс. Я не приветствую тех ребят, которые вообще просто бухают. Ребята, вот в жизни нужен везде баланс. Просто везде нужен баланс. Это со всеми. Если ты слишком добрый, люди этим пользуются, люди начинают на тебе ездить, и тогда ты становишься жестким. Вот везде нужен баланс. Это вот самое-самое сложное реально в жизни. Везде нужен баланс. Нужно наслаждаться жизнью, но не перегибать никогда планку. Вот моя позиция. Так что, ребята, будьте всегда собой, никогда ничего не скрывайте. Если вам стыдно там за ваше прошлое, ребята, это ваше прошлое, оно было, вот его уже не перечеркнуть. И поверьте, вы заслужите больше уважения, да, если вот не будете врать, если не будете строить из себя непонятно кого, если будете всегда оставаться собой. Всегда оставаться собой и просто показывать все на своем примере. Мне люди говорят, вот откуда у тебя темы к видео, где ты находишь эту мотивацию. С жизни, просто с жизни. Я черпаю вашу поддержку, я вижу, как вы меня поддерживаете, я смотрю на ваши вопросы, я смотрю, что вас интересует, я читаю комменты. И плюс, у меня сейчас много всяких дел, много ситуаций, и тем для этих видео просто будет бесконечное количество. Реально бесконечное количество, потому что я живу, я живу, и мне есть о чем рассказать. Я всегда мечтал вот так вот сидеть, рассказывать, да, что-то полезное. Просто, чтобы люди делали какие-то выводы, чтобы люди меняли свою жизнь. Сейчас я прохожу, прохожу, делюсь с вами мудростью, блин, и я считаю, что вот такие вот душевные видео, это самые-самые крутые, полезные видео, они так учат вот эти вот видео. Я всегда на семинарах обожаю вот просто эти истории миллионеров, миллиардеров, понимаете. Не сам там семинар, когда там какая-то техника, методика рассказывается, это не так интересно. Интересно, когда человек просто рассказывает историю со своей жизнью, и ты оттуда просто черпаешь мудрость. Как они там куда-то полетели на частном самолете, потом, как они решали эти ситуации. Вот, понимаете, настолько вот это интересно, как люди, как люди с опытом, там, миллиардеры, миллионеры ведут себя в таких ситуациях, через что они проходят. Я всегда любил слушать истории вот этих вот ребят из 90-х. Как они справлялись с тяжелыми ситуациями. Вот, через что они проходили, как смогли перетерпеть вот эти вот сложные времена. Блин, это настолько круто и интересно. И в этих, ребята, ситуациях больше всего мудрости и больше всего пользы. О, нужно опять проветрить. Короче, ребята, что я вам скажу. А, и никогда не пытайтесь. Мешают мне всегда. Никогда не пытайтесь, что я говорил, всем понравится. Никогда, вы никогда всем не угодите, вы не будете всем нравиться, да. Вот, нацепил золотую царь, все, ты мудак, ты понторез, да, твоя мотивация, это фигня. Нельзя всем угодить, да. Ты никогда всем не будешь нравиться. Просто будьте собой. Никогда не предавайте свои принципы. Всегда топите за правду, всегда показывайте все на своем примере. Никогда не врите, ничего не скрывайте. Все, вот вам золотой рецепт к успеху. А хейтеры, всякие там манипуляторы, они будут всегда. У всех всегда будет своя правда, это нормально, я вообще уже на это забил, потому что сколько людей, столько мнений. Главное то, что работает для вас, ребята, это самое-самое главное. Все, будьте собой, не стесняйтесь своего прошлого, топите, растите, развивайтесь. На этом все, ребята, буду с вами прощаться, всех обнимаю, целую, всем огромное спасибо за поддержку, за просмотр. Подписывайтесь на все мои полезные каналы, ссылки в описании. Нажимайте на колокольчик и подписывайтесь на основной канал Инстардинг. Что еще? Подписывайтесь на мой Инстаграм, я там стараюсь писать для вас полезные мотивационные посты. Там отвечаю я на комменты. Свои благодарности вы можете писать на почту и свои предложения я оставляю почту. Я тоже по возможности отвечаю людям. Вот. Все, ребята, еще раз всем огромное спасибо. Всех люблю, целую. Да пребудет к вам удача, успех, позитив, хорошее настроение. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok